Проблема недостаточного количества мест в детских дошкольных учреждениях Донецкой области по-прежнему остается весьма острой. В густонаселенных районах родители иногда начинают беспокоиться о месте в детском саду сразу после рождения ребенка. Однако власти тоже знают об этой проблеме и пытаются ее решать по мере возможностей. Так в Амвросиевке в детском саду номер 7 «Красная шапочка» открыли дополнительную группу. Участие в торжественной церемонии открытия группы принял председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий. Есть встречи разные у меня. Есть встречи, от которых действительно устаешь, есть какая-то энергетическая потеря, усталость. А есть вот такие прекрасные встречи. И всегда приятно находить и выделять деньги на такое благое дело на детские садики, на школы, на наши медицинские учреждения. Благодаря открытию новой группы 30 малышей из прилегающего района смогут теперь пойти в детский сад. Вообще же с начала года областным властям удалось создать около 2000 дополнительных мест в дошкольных учреждениях и, соответственно, облегчить жизнь родителям в тех районах, где открылись новые группы или детсады. Мой посыл по поводу детских садов правильно восприняли большинство глав администрации, советов и мэров городов. И сегодня просто как из розы рога изобилия появляются новые группы, новые детские сады. Открываются закрытые детские сады или перепрофилированы под какие-то офисы или вообще под какие-то непонятные учреждения. Губернатор пообещал в основном решить проблему нехватки мест в детских садиках до конца этого года, хотя в части городов и районов времени на полное решение вопроса все же понадобится больше. До конца года проблема по очередям будет решена. Говорю практически, потому что все равно есть еще вопросы, будут переходящие, возможно, объекты или группы. Но пока мы полностью не решим, мы не остановимся. Во время поездки Мавросиевку Андрей Шишацкий также принял участие в торжественной церемонии вручения трех школьных автобусов учебным заведениям района. С появлением этих машин практически будет закрыт вопрос о подвозе школьников к месту учебы. Полностью все перевозки детей от школы домой и из домов в школу в Амбросевском районе осуществляются коммунальными автобусами, то есть школьными автобусами. И на сегодняшний день на Амбросевке в Куро уже отрабатывать схему, скажем так, создания, наверное, предприятия уже, настоящего хорошего предприятия по обслуживанию, доставке детей в школу. 15 автобусов, 400 детей на подвозе, то есть в одну езду дети помещаются полностью. И сегодня мы можем полностью говорить, что задача обеспечения подвоза транспортом коммунальной собственности своим, а не наемным, в Амбросевке решена. В этом году областные власти впервые смогли на 100% выполнить план по закупке школьных автобусов, отметил Андрей Шишацкий. Было приобретено 47 машин, 37 за средства государственного бюджета и 10 за счет областного. Общий пробег автобусов и маршрутов по Амбросевскому району 493 километра. Вот давайте мы будем говорить, насколько необходимы были автобусы. Для того, чтобы развести 400 детей, нужно проехать 493 километра. Впрочем, в некоторых районах, таких как Амбросевский, уже стоит проблема обновления парка школьных автобусов. Сегодня уже задача обновления парка. Самый старый автобус 8 лет. Свой коммунальный автобус. В следующем году областные власти планируют полностью решить проблему подвоза детей к учебным заведениям на современных безопасных автобусах, отметил Андрей Шишацкий. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.